Прудиться, пахать, чтобы деньги зарабатывать. Ему легче уже будет работать, потому что у него будет высший интеллект. Духовная жизнь развивает человека изнутри. Но есть ещё много вещей, для чего это надо делать. Потому что воспитание детей не означает бегать за ними, по попе их бить. Детей вообще невозможно воспитать. Вот у них что прёт изнутри, то и будет. Но, но, есть одно но. Но, если родители работают над собой, дети точно так же будут учиться работать над собой. Это закон. Веды объясняют, что точно так же, как рыбка, куда плывёт, туда и мальки за ней. Точно так же и родители воспитывают детей. Они взяли какое-то направление в жизни, дети естественным образом туда пойдут. Слышите, да, о чём я говорю? Их направление само сделает детей правильными. То направление, которое родители взяли, оно воспитывает детей, а не слова, которые они говорят. Следующее. Точно так же, как птичка не даёт кинцам падать из гнезда, точно так же родители должны воспитывать своих детей. Это значит, что в трудную минуту ребёнка на улице понесло просто запрет с любовью. Всё, что угодно, только не улица. Сынок. Всё, что угодно, только не улица. Сын фильмы начал смотреть, потому что на сознание влияет информация. Вот это вот. Смотрите, самое сильное, что влияет на судьбу человека и на жизнь, это близкое общение. А для человека самое близкое общение. Где происходит? По телевизору. Особенно у детей. Они же перенимают это всё. Там властелин и колец, он начинает такую же прическу носить. Понимаете? Становится таким же, как властелин и колец. Понимаете? Это же страшно. Почему? Потому что человек ни с того, ни с сего. Вы просто телевизор включили. Человек просто... Ребёнок просто смотрит кино. Это не просто смотрит кино. Если фильм с сердцем поставлен, он залезет в самый глубокий сознание вашего ребёнка. Изменит всю его философию. Поэтому контролируйте, что показывает телевизор в вашем доме. Делайте это строго так же, как птичка не даёт птенцу выводиться, она его оп- лапой. Точно так же, как тигрица лапой тигрёнка. И он на место пошёл. Дети же, они разум у ребёнка развиваются только в 25 лет. Вот мальчик вырос уже большой. У него всё выросло. Всё крепкое, большое, кроме мозгов. Он такой, выглядит такой круто. И как понять, что нет мозгов? А он сам не понимает, что нет мозгов. Я всё знаю, я всё понимаю, меня не трогать. Это признак тупости просто и всё. Потому что разумность в чём заключается, что человек соглашается со старшими. Но в этом возрасте, подростком, ребёнок уже не соглашается. Потому что половая энергия уже не даёт ему соглашаться. Воспитывать надо раньше. Воспитывать ребёнка нужно, когда он ещё растёт. И как это надо делать? Я вам объясняю сейчас. Природа воспитания ребёнка. Не показывайте дурной пример. Дурной пример есть, он точно так же пойдёт. Допустим, вы материтесь только на работе, дома говорите без мата. Он тоже будет материться только на улице. А дома будет правильно разговаривать. Чего вложили? Передача информации приходит на подсознательном уровне. Есть такой психолог Кандыба. Ой, не Кандыба, а как его? Кандыба — это ещё тот жук. Сейчас, Бандура. Бандура есть такой психолог. Американский психолог Бандура. Сказать, как по-мирям. Ну, крайне-то, по-моему, скажем. И он интересный, вот такой... Придумал такой эксперимент. Он сделал определённые куклы, которые говорят одно, а делают совсем другое. И дети, которые смотрели это всё по телевизору, они не подражают не то, что куклы говорят, они подражают то, что они делают. Вот это доказало, что... Это был очень серьёзный научный эксперимент. На всю Америку там разнеслось. Идея в чём заключается? В том, что детям до фени, что вы говорите, они смотрят на поведение. Потому что главное проявление разума — это поведение человека. Вот, допустим, приведём пример. Родители создают атмосферу в семье. И атмосфера влияет... Именно атмосфера меняет сознание детей. Вот смотрите, допустим, вы смотрите «Мёртвые не потеют» фильм, да? 56-я серия. Они никогда не посмотеют, но нам нравится. Вот, и мы смотрим эту всю фигню. Там всякую эту фигню, да, смотрим? Что происходит с ребёнком? Потеет? Ну, сначала потеет. Там тоже уже не потеет. Понимаете? А? Тупеет. Совершенно верно. Тупеет. Как наденут потупеет, всё тупее и тупее. Нет, ну как же... Я не против военных. Их уважаем. Итак, идея в чём заключается? В том, что... Дея заключается в том, что... Близкие отношения сильнее всего влияют на судьбу. Близкие отношения. Не давайте ребёнку смотреть те фильмы, которые вызывают близкие отношения и дают определённое философское содержание. Это немедленно его направляет в это русло. Потому что у него разума нет. Он идёт туда, он течёт туда, куда мы течём. Создавайте в семье правильную атмосферу. Допустим, смотрите. Вы приходите домой. Женщина берётся за телефончик и начинает болтать 2 часа. Муж приходит, смотрит, как 12 лет, там, 24 мужика гоняют один кусок кожи. Сидят и очень важными делами занимаются. Оба. Да? Два раза делами, связанные с изменением смысла жизни. Работают над собой, оба, да? То есть атмосфера какая в доме? Безделие. Расслабленная. Расслабленная. Ребёнок приходит со школы со школы. Интересно, здесь учить уроки. Какие уроки? Атмосфера расслаблена. Вот попробуйте. Все спят, а вам встать с постели одному надо. Сможете, нет? Даже взрослому человеку тяжело. Все спят, а он такой... Уснул, всё, не смог. Почему? Потому что атмосфера влияет на сознание. Все спят, очень трудно встать с постели. Если нет серьёзной привычки на это. А у ребёнка вообще нет разума. Он не может сопротивляться атмосфере. Он пришёл домой, всё вокруг расслаблено. Иди учи уроки. Какие учить уроки? У него нет силы учить уроки. Надо, чтобы атмосфера была такая, чтобы учить уроки. Вот мама, допустим, если там что-то с молитвой готовит, там папа что-то тоже там работает над собой, или вместе с сыном сел там получить уроки. Понимаете? Тогда сын с удовольствием. Атмосфера такая. Он учит уроки, всё классно. Папа балдеет, мама балдеет, сын учи уроки. Но ясно, что он будет компьютерные игры пытаться играть. Потому что атмосфера другая. Он же не может сам создать атмосферу. Он ребёнок. Понятная система, нет? Почему у меня сын играет в компьютерные игры? Олег Геннадьевич. В умные достаются в умные. Я вам уже говорил. Сколько у нас уже 10 часов? Пора заканчивать. Продолжение следует.